Беринг-Восток проиграл суд за контроль над Банком Восточной. Беринг-Восток проиграл суд за контроль над Банком Восточный фонд оспорит решение высшестоящей инстанции. Коммерсант от 17 мая 2019 года, 14-8 Американский фонд. Беринг-Восток проиграл в российском суде бизнесмену, директору направления новой бизнес-агентства стратегических инициатив Артему Аветисину разбирательства о коллапционе. Амурский суд обязал Беринг-Восток передать господину Аветисину пакет акций, дающий контроль над 9,99% банка. Это решение позволяет российскому бизнесмену получить контроль над Банком, но американский фонд намерен оспорить решение суда высшестоящей инстанции. Арбитражный суд Амурской области вынес решение в пользу офшорной компании Finvision Holding с Артемом Аветисина по иску кипрской компании. Фондов Беринг-Восток суд обязал Американский фонд исполнить коллапцион и передать ИСЦУ 9,99% банка. Сейчас Ивизн Холдингс принадлежит свыше 50% акций Банка Восточной. Однако в 2016 году перед слиянием Восточного и Юня Струмбанка между Ивизн Холдингс и Финвизн Холдингс был заключен коллапцион, позволяющий Артему Аветисину получить в будущем контрольный пакет акций. В рамках этого соглашения стороны договорились решать все споры в лондонском суде. Однако фонды Беринг-Восток отказались исполнять коллапцион, заподозрив своих партнеров в выводе активов из Юня Струмбанка незадолго перед сделкой по слиянию банков. Таким образом, по их мнению, было нарушено акционерное соглашение. Одновременно американский фонд начал вести против Финвизн Холдингс разбирательство в английском суде, как Беринг-Восток хотел усилить влияние на Восточный. Господин Аветисян решил перерегистрировать Финвизн Холдингс из иностранной юрисдикции и стал первым резидентом офшорного острова Русский. Вскоре после этого он решил перенести судебное разбирательство в Россию и подал иск в арбитражный суд Амурской области по месту регистрации банка. Одновременно его бизнес-партнер Шерзот Юсупов написал на сотрудников Беринг-Восток заявление в правоохранительные органы о том, что они якобы нанесли ущерб банку. В итоге по решению Басманного суда под арестом оказались глава фонда гражданин США Майкл Калви, партнер по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и председатель совета директоров Норвикбанка, экс-глава банка Восточный Алексей Корджичев. На фоне общественного осуждения решения корпоративных конфликтов с помощью силовых структур, негативно влияющего на инвестиционный климат страны, суд сменил Майкл Калви меру пресечения на домашний арест, остальные продолжают находиться под стражей. Финвижн Хальдингс оказалась удовлетворена решением Амурского суда. Фонды Беринг-Восток в свою очередь распространили заявление, что суд принял решение в короткие сроки, за которые невозможно ознакомиться со 6 тысяч. Страниц материалов, которые проливают свет на нарушение акционерных соглашений, а также вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом. Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Беринг-Восток, глава совета директоров Банка Восточный слеж БПР. По данным следствия, господин Калви, будучи владельцем первого коллекторского бюро ПКБ, взял у Банка Восточный кредиты на 2,5 миллиарда рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании. Для сделки акций были оценены в 3 миллиардах рублей, однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль. Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Беринг-Восток, глава совета директоров Банка Восточный по данным следствия, господин Калви, будучи владельцем первого коллекторского бюро ПКБ, Взял у Банка Восточный кредиты на 2,5 миллиарда рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании. Для сделки акций были оценены в 3 миллиардах рублей, однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль. Фото, коммерсант, Кристина Кармелий Цина. Шерзот Юсупов, член совета директоров и акционер Банка Восточный слеж. 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры. Шерзот Юсупов, член совета директоров и акционер Банка Восточный. 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы, в результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры. Фото Максим Владимиров, гендиректор на ООПКБ По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован Максим Владимиров, гендиректор на ООПКБ По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован фото-коммерсант Петр Кассин Филипп Дельпаль, глава финансового департамента По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован Филипп Дельпаль, глава финансового департамента По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован фото-коммерсант Петр Кассин Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка Слеш Бывший председатель правления Банка Восточной По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Аристован По словам его адвоката, сотрудничает со следствием Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка, бывший председатель правления Банка Восточной По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании По словам его адвоката, сотрудничает со следствием Фото, коммерсант Петр Кассин По версии следствия, будучи членом совета директоров Восточного, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании Арестован Фото, коммерсант Петр Кассин По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании По версии следствия, будучи членом совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании По словам Майкла Калви, в 2018 году в Международный третийский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член совета директоров Банка Восточной, участник борьбы за контрольный пакет Банка По словам Майкла Калви, в 2018 году в Международный третийский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров, Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы Рустам Курмаев и партнеры Слеж По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда За контроль в Банке Восточной с крупнейшим миноритарием банка Артем Аветисяном Дмитрий Клеточкин Адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы Рустам Курмаев и партнеры по версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда За контроль в Банке Восточной с крупнейшим миноритарием банка Артем Аветисяном Фото, Рустам Курмаев и партнеры Майкл Калви, гражданин США, основатель инвестиционной компании Беринг Восток Глава Совета директоров Банка Восточной по данным следствия, господин Калви, будучи владельцем первого коллекторского бюро, ПКБ Взял у Банка Восточной кредиты на 2,5 миллиарда рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, IFTG Для сделки акции были оценены в 3 миллиардах рублей Однако следствие считает, что их цена равна 600 тысяч рубль Фото, коммерсант Шерзот Юсупов, член Совета директоров и акционер Банка Восточной 7 февраля подал заявление в правоохранительные органы В результате которого 15 февраля были арестованы Майкл Калви и его партнеры Фото Twitter.com slash Sherzot Yusupov Максим Владимиров, гендиректор на ООО ПКБ по версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании IFTG Арестован Фото, коммерсант Филипп Дельпаль, глава финансового департамента По версии следствия, будучи членом Совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании IFTG Арестован Фото, коммерсант Алексей Корджичев, советник председателя правления Норвикбанка, бывший председатель правления Банка Восточной По версии следствия, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку Восточной в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании IFTG Арестован По словам его адвоката, сотрудничает со следствием Фото, коммерсант Ваган Абгарян, акционер Банка Восточной По версии следствия, будучи членом Совета директоров Восточного, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании IFTG Арестован Фото, коммерсант Иван Зюзин, директор по инвестициям По версии следствия, будучи членом Совета директоров Банка Восточной, участвовал в мошеннической сделке по возвращению долга Банку в 2,5 миллиарда рублей акциями люксембургской компании IFTG Арестован Фото, коммерсант Артем Аветисян, крупнейший миноритарий, член Совета директоров Банка Восточной Участник борьбы за контрольный пакет Банка По словам Майкла Калви, в 2018 году в Международный третийский суд Лондона был подан иск, в котором говорится, что Артем Аветисян, возможно, причастен к более чем 10 сделкам с признаками мошенничества Фото, коммерсант Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви, партнер юридической фирмы Рустам Курмаев и партнеры По версии защиты, причиной возбуждения дела стал конфликт фонда Беринг Восток За контроль в Банке Восточной с крупнейшим миноритарием банка Артемом Аветисяном Фото, Рустам Курмаев и партнеры смотреть минус Субтитры создавал DimaTorzok